Утро доброе! Вести Карачаева, Черкесия с вами. С утра ветер. А что будет дальше, узнаем из прогноза синоптиков чуть позже. А пока время новостей. Изношенные водопроводные сети – проблема многих регионов России, но она успешно решается в нашей республике. Так, на территории станицы Кардоникской идет реконструкция водопроводных сетей общей протяженностью 82 километра. Подробности у Алии Баташева. Шум работающей техники нарушает тишину тихого летнего утра. По улице Гвардейской идет прокладка траншеи для водопровода. Подрядчик работ – компания «Строймонолит». Старым азбестовым трубам, по которым сейчас осуществляется подача воды, около 60 лет. Их заменят на новые, пластиковые, с более продолжительным сроком эксплуатации и увеличенным диаметром. Мы прокладываем трубы диаметром больше, чем они вообще сейчас есть. То есть сейчас азбестовые трубы у нас 200-го диаметра, а там, где они 200-го, мы прокладываем 225-й. Это у нас 225-й идет центральная сеть. Оттуда уже по улицам у нас идет 140-я и 125-я. На данные трубы у нас 75 лет эксплуатации. Старые водопроводные сети, которым 60 лет, 56, 58, 60 лет, пришли в негодность. Из-за этого не хватает воды. Частые порывы происходят в станице. Из-за этого возникает недоразумение, недовольство людей. Максимально мы, как можем, ремонтируем, восстанавливаем. И все это ремонтируется, делается на благотворительной основе. Население Кордоникской составляет 7 650 человек. Благодаря включению населенного пункта в государственную программу развития сельских территорий, проблема водоснабжения, наконец, будет решена, говорят местные власти. Из водопроводных сетей, общей протяженностью порядка 82 километров, в этом году планируют заменить 43. Строительно-монтажные работы проходят в южной части станицы. В них задействовано 3 экскаватора, 2 погрузчика и бригада из нескольких десятков человек. Рядом со станицей Кордоникской проходит групповой водопровод Кордоник-Адыгехабль, 630-я труба. Оттуда будет нам подаваться чистая, прозрачная, соответствующая нормативам и ГОСТам вода. И это улучшит обеспечение и качество, и снимутся все проблемы, которые на сегодняшний день есть. Недовольство, некачественная вода, нехватка воды, порывы. Планируемый срок окончания строительно-монтажных работ – декабрь 2025 года. Али Баташев, Миха Каракелян, Вести Карачаева, Черкесия, Зеленчукский район. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на черкесском языке. Я с вами прощаюсь. Смотрите прогноз погоды и хорошего дня. В Карачаево-Черкесии местами кратковременные дожди, гроза. В отдельных районах сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 метров в секунду. Ветер в восточной четверти 5-10 метров в секунду. Днем порывы 11-14 метров в секунду. Днем в горах порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16-21, в горах местами плюс 9-14, днем плюс 30-35, в горах местами плюс 20-25 градусов. В северных и центральных районах местами высокая пожароопасность. В Черкесии без существенных осадков. Ветер в восточной четверти 5-10 метров в секунду. Днем порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 19, плюс 21, днем плюс 33, плюс 35 градусов. Высокая пожароопасность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова